события дня номер 537 деяние 18 но вы примете силу когда сойдет на воздух святой почему такие бессильные люди да не не исполнены благодати духа святого то они не могут никуда идти почему монахи то попрятали за стенами да не исполнены благодати духа святого но вы примете силу когда когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелем они не свидетели сидят почему духа святого не имеют при причина дух святой не дал бы им сидеть то вы понимаете что в этом стихе заложено еще хвалятся монастыри они 1275 монастырей было в россии но и кто из монастырей вышел то проповедовал кто облегся силой свыше нет а раз нет ну это можно проверить раз никуда не не вышли на проповедь сила в благовестии миссионерстве а раз не вышли отсюда вывод что не сошел они дух святой так и сидели пока не пришли большевики не вытряхнули не повели в лубянку а то и на месте прихлопнули это у меня за второе июня 17 года вот некоторые письма публикую сегодня арина 1 пишет здравствуйте подскажите пожалуйста является ли грехом когда жена законная берет у мужа деньги без спроса на семейные нужды которые он считает ненужными и денег давать не хочет я отвечаю без спроса не должна брать но по благословению его он глава 1 тимофея 2 11 жена да учится в безмолвии со всякой покорностью учить жене не позволяя не властвовать над мужем но быть безмолвии ибо прежде создан адам а потом ева и не впрочем спасется через щедородие если прибудет в вере и любви и святости целомудрием вот а дальше народе и будет если прибудет а сегодня рожает а куда они играть семь сыновей все в тюрьмах сидят и опять отвечает а ну вот а так хочется буду просить это опять же пишет это арина буду просить у меня одна публикация такая я не говорю кто вопросы стоят президент россии владимир путин дал интервью американском режиссеру оливеру стоуну видео с отрывками за интервью опубликовал телеканал cbs отвечая на вопрос доверяет ли он своей службе безопасности российский ядер сказал доверяю глава государства рассказал в интервью что как-то раз он разговаривал с кастро фиделем на этот счет он мне сказал знаешь почему я жив я спросил а почему потому что я своей безопасностью всегда занимался лично пояснил путин я делаю свою работу а сотрудники безопасности делают свою до сих пор у них это все неплохо получалось сказал российский президент стоун в интервью тоже упомянул что он знает о пяти попытках покушения на российского лидера конечно это не столько сколько было на кастро с которым я также беседовал я думаю он сталкивался с этим раз 50 отметил режиссер комментирую информацию о том что организаторы покушения часто пытается попасть президентскую охрану ухин ответил я знаю у нас знаете как говорят народе-то у нас говорят так кому суждено быть повешенным тот не утонет и еще одному господу известна наши судьбы и ваша и моя сказал путин стоуну повторяю одному господу известны наши судьбы и ваше и моя сказал путин стоуну вот Вот какой Путин у нас. Интересно, когда на одном приеме там где-то были в Англии, пишет один режиссер, там только респондент свой, и выступал Горбачев Михаил Сергеевич, а там его тамошний спрашивает, он у вас верующий? Он говорит, вы сами смотрите и слушайте. Режиссер на этот счет ответил, что ему хотелось бы умереть в собственной постели, это что он говорит. Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос о том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни, заключил Путин. Понимаете, какой двойственный ответ. Что за удовольствие? Вот меня считают не просто одним из самых счастливых. В интернете разные люди, здесь генералитет алтайский собирался, считают самым счастливым. За что? За то, что вы делаете то, что вам нравится. А что мне нравится? Благовестие, миссионерство. Заниматься с детьми. Это кто, говорят, сидят у них сабантующих, глава города, мэр города, прокурор края, генерал-лейтенант. Говорит это и тут же с ними, это в краевом суде происходит, генерал-майор. И кажется, генерал-лейтенант юстиции. Вот какие. И он говорит, а мы только что о вас беседовали. Я попал на день рождения к ним. Что более счастливого человека никто из нас не знает. Ну, а вы как считаете? Я тоже считаю правильно это. А дальше интересное сообщение. В Киеве совершено покушение на бывшего руководителя батальона имени Жохара Дудаева, Адама Осмаева и его жену. Экс-бойца полка Киев Амину Акуеву. Передает в четверг, 1 июня Униан. По данным полиции, инцидент произошел на Подоле, на Кирилловской улице, в 16.49. Как сообщил в своем фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Герасченко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde, Алекс Вернером, Договорился об интервью с Осмаевым и Окуевой. Может быть, Окуневой, это непонятно. Два раза Османовой. Ну, ладно. Как написано. Во время интервью он достал пистолет ГЛОК и начал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым за верную службу в добровольческом батальоне «Киев-2» и четырежды в выстрелах киллера. Осмаев с двумя полевыми ранениями и киллер доставлены в одну из киевских больниц. Герасченко уточнил, что их жизни ничего не угрожает. Они находятся под охраной спецподразделений полиции. Также приняты меры для недопущения того, чтобы киллер покончил жизнь самоубийством. Но после этого еще сведения было и фотография, что киллер при смерти. Эта женщина его ранила. У нападавшего при себе обнаружены документы гражданина Украины Александра Винусовича Дакара, 1958 года рождения. При этом Герасченко выразил сомнение, что он тот, за кого себя выдает, советник предположил, что это совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкции из центра. По данным Герасченко, последнее возвращение подозреваемое из России было в середине мая. Следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Акуеву. Там, конечно, будет и чеченский след, отметил советник. Другая версия, которая очевидна в данном случае, это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедренными в Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами, добавил Герасченко. Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года по подозрению о причастности к взрыву в квартире в Одессе, в результате которого погиб Руслан Мадаев и пострадал Илья Пьянзин. Служба безопасности Украины во время правления Виктора Януковича подозревала его в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. В ноябре 2014-го Приморский район и суд Одесса освободил Осмаева из-под стражи. После убийства в феврале 2013 года в центре Москвы российского оппозиционера Бориса Немцова сообщалось, что Осмаев рассматривается как вероятный заказчик преступления. Сам Осмаев отверг утверждение о своей причастности к этому. Наталья Чернова Мир вам, Игнатий Тихонович, моя знакомая написала мне, ведические знания, истоки истины всех религий в последующем. Что ей ответить? Кстати, я помню, вы мне писали, что Кришна переводится как черный. Я тогда залезла в Википедию и нашла это. Так и есть. А сейчас смотрю, там нет этого перевода. Странно. Я отвечаю, Матфея 4.10. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Матфея 16.23 Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Я отвечаю, это дьявол подошел к вам. Псалом 21.14 Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычей и рыкающий. 1 Петра 5.8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, кого поглотить. Откровение 12.12 Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. Знаю, что немного ему остается времени. Никаких ведических книг и мудрости в них нет. Нет нигде на земле. Это подобное Левашову, Николаю Петрову, Твердохлебову и другим суесловам принадлежит программа ВАД. Они написали это и уже горят в беспокаянной вечном аду, проклятой Богом и истиной. Интересно Левашова, сколько он говорил, академик там, безглазый, косоглазый. И как его сжигают в печи, как совершенно ни на что не угодного, как Валан говорит, в деревянном ящике. У них нет никогда и ничего, кроме злобы и дикости, о чем сказал патриарх Кирилл. Далее я пишу нашим. Я даже это открываю. Только что был тут Игорь Глушков. Сам попросил, чтобы довести к вам. Что? Послал мешок с материей. Надежда Васильевна звонила, что не ищет шить шторки. Вот и дайте ей. Теперь позови ей, а мешок с материей не отдавайте, чтобы вместе выбрали на шторки нужные. Шторки делать минимум, как больше ширины и высоты сантиметров на 20. На скворечнике, где я живу, на веранде окно. И все шторки на Володином доме были. Куда их дели? Разыскать. Они плотные, зеленые, хорошие. На все окна у Никиты и на веранде сделать шторки. У Романа на летний домик и на постоянный у Иосифа. Замерить сначала, потом позвать портниху Надежду Васильевну. Ей размеры давать не окон, а с надбавкой уже. И все сделать и повесить, прибить. Просверли в отверстия деревянные, как карандаши забей. И в них уже верни шурупы или гвозди забейте. Володя, ты перечислил, что у нас есть из продуктов и из посуды. Теперь посложнее задание. Только ты знаешь наши нужды. Посчитай, что из посуды нужно еще добыть. Какие продукты везти с учетом на 4 дома, на 2 месяца, на 20-25 человек, на все дома. Сколько? И вот пишет мне одна голубая Екатерина, интересная сестра. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Благодать и мир у вас доумножится. Поздравляю вас и всех, кто с вами с наступающим праздником Святой Троицы. Игнатий Тихонович, посмотрела ваш ролик номер 527 про крестные ходы и паломничество по святым местам. Я вас хорошо понимаю и даже согласна с тем, что можно никуда не ездить и не ходить. Особенно после того, как я стала с вами общаться. Видите как? Особенно после того, как я стала с вами общаться. Вот вы подействовали на нее это. И как вы говорите, что после своего рождения свыше вы всю жизнь просидели у ног Христа, то я становлюсь вашей ученицей и можно образом сказать, тоже сейчас сижу у ваших ног. То есть за компьютером на вашем сайте по несколько часов в день. Но поскольку в моей жизни получилось так, что когда я ездила в паломничество с другими людьми, то обнаружила у себя таланты петь и писать стихи, которые далее решила раскрыть себе путем служения ближним. А это было удобнее сделать, став организатором поездок. Да к тому же у меня всегда было желание вести людей к Богу. А поскольку я абсолютно домашний человек, мне даже некогда гулять, да и не люблю просто так без дела ходить. Но мне хотелось узнать волю Божию по этому вопросу. О чем, помолившись Богу, я спрашивал в свое время у одного посчитаемого старца, с хиегумена Феофана Данькова, ныне покойного, который меня благословил на этот путь. Я всегда была уверена, что Господь благословил. А так как мне не нравилось, как ездят другие, то старалась сделать иночь, а именно, чтобы паломничество было основано на покаянии с принятием участия в святых таинствах церкви. Сама я всегда старалась быть примером для других, то есть перед поездкой брала на себя пост, говела, а в святом месте прищищалась. Я никогда не ездила на автобусах, а только на газели, и сейчас она 13-местной. Для меня было важнее познавать волю Божию о себе, познавать свои страсти, учиться видеть свои грехи, бороться с ними и приобретать добродетели, то есть жить по-христиански, а не казаться только. И главное, не скрывать свою веру от людей. Конечно, само слово «святые места» я имею в виду не в буквальном смысле, а в их духовном значении. Я всегда чувствовал благодать и помощь Божию, так как дорогой всегда сидела в салоне с людьми, лицом к ним, и всю дорогу то считала вслух молитвы, акафисты, то пела вместе с ними молитвы или духовные песни, то рассказывала примеры из житий святых, а также примеры из жизни современных христиан. Да, а поскольку в нашем приходе нет настоящей христианской общины, то поездки и разное новое знакомство объединяют нас и делают из нас как бы некую общину. Так, например, я занимаюсь поездками уже более десяти лет, и те люди, которые уже перестали ездить по некоторым причинам, все равно общаются со мною, так как я всегда старалась быть ближе к людям через Бога, а к Богу через людей, и не для тщеславия, а ради Царствия Небесного. Я благодарна Господу Иисусу Христу за встречи с хорошими людьми, за то, что было много примеров для смирения. Да, я хотел еще сказать, что для меня важно было всегда не количество посещаемых мест, а качество. И получилось так, что там, где я наиболее всего получала благодать, туда и еду, а это всего два места. Село Дивеево в женский Свято-Троицкий, Серафима-Дивеевский монастырь, и село Ташла, Самарской области, в Свято-Троицкий женский монастырь, где щедотворная икона Матери Божией и избавительница от бед. Да, а вот в крестных ходах я никогда не принимала участия. Вот, Игнатий Тихонович, что хотела сказать в своем паломничестве, хотя лицом к лицу я бы больше могла рассказать-то. Игнатий Тихонович, я вот тут вам посылаю свои новые стихи, дам ссылку на них. Я уже более хотела, не хотела писать после последнего издания, но не знаю, встала утром и как-то сразу написала. Если у вас есть время, то дайте на стих свой комментарий, а то, может, мне не стоит совсем писать, если от них какая польза. То есть, есть ли или если, но не если написано, думаю, что тут ошибочка. Да, Игнатий Тихонович, я тут в интернете кое-что искал и наткнулась на православный лагерь Рекрут. Даем вам на него ссылки. А если будет не трудно, то сделайте на него свой комментарий. Игнатий Тихонович, я вот тут недавно вспомнила народные рецепты, которые сама испытала на своем личном опыте, на опыте своих детей, да и родители моими позже есть тоже. И подумала, а вдруг кому-нибудь пригодится средство от сухой мозоли на пальцах ног. Это смазывать свежим соком травы, чистотел, желтым соком, ноги держать открытыми. Я точно не помню, сколько раз смазывала, но раз десять, быть может, как заходила на огород и пока работала там, то и пользовалась чистотелом. Два раза в жизни была сухая мозоль, и все два раза помогал чистотел, хотя все от бога и болезни, и лекарства. А также часто родители в бане заваривали эту же траву, и все, после бани все обливались этой водой, только нельзя на голову поливать, а обливаться от шеи, начиная с плеч. Помогает коже от щесотки, то есть если кожа щешется от укусов комаров или от аллергии, то водяной настой от травы успокаивает кожу. Но главное знать во всем меру. Если в деревне мылись один раз в бане, то один раз обливались травой, уже после того, как помоешься, то есть в конце. А еще мама всегда заготавливала в мае спиртовую настойку из листьев березы, это очень хорошее средство, рано заживляющее и кровоостанавливающее. Но спирт надо, конечно, разводить водой, чтобы не было ожога. А чтобы не ошибиться, то можно и водкой заливать, и листья, и даже сережки. Я считал всегда, главное, это почки. Ну, не успел, все, значит, почки. Это в марте. Например, набить трехлитровую стеклянную банку почти доверху листьями и залить ее водкой полностью. Закрыть крышкой, поставить в темное место и уже через неделю можно пользоваться. А если настойка кончается, то в эти же листья можно снова долить водки. И так же все повторить. Иногда одной заготовки, одной банки хватало на весь год. Испытала и на себе, и на сыне, когда были у нас ушибы с ранами до крови, то накладывали марлевую повязку, смоченную в настойке, и меняли ее, когда подсыхала повязка, и заживала рано, как на собаке. А мама, когда у нее болело горло, то полоскала его березовой настойкой, разведенной в воде. Полоскала. У нас тут жил милиционер, он корешка два хрена выкопает и трехлитровую банку спирта. И все время в таком состоянии был. Так и помер не вылечился. Желаю всем крепкого здоровья и быть в мире с Христом. Игнатий Тихонович, благодарю вас за труд чтения. И, конечно же, благодарю за благословение, «Ибо я почувствовал вашу молитву». Слава Христу и Украине! Слава Христу! Игнатий Тихонович, простите, что пишу очень много. И далее стихотворение. Свяща и Десятина. Горят свящи в храме разные, и желтые, и белые, и красные. Они коптят, показывая свою нечистоту, и это значит, труд людей идет в пустоту. А сатана наполняет свою казну. Люди, очистите свечи, почтите за труд, чтоб враг не сказал, что вор ты и плут. Перед Богом нашим Десятина важна. Она для нашего спасения нужна. Человек, а ты ищешь, какого рожна? Хочешь ли в рай ты небесный войти? То, как и удасть, ребреники за грех не плати, а Десятину на храм ты всегда отдавай. Ее даром получил, то и даром возвращай. Но что любит Бог, ты сначала узнай. А Он любит правду, истинно Он Сам. О, человек, не будь, как Каин и Хам. Не стань ты распинателем Христа, не отрицай и не молитвы и не поста, а жизнь свою начни ты с чистого листа. Всей крепостью, всем сердцем Бога возлюби, а для начала Библию себе приобрети. Ее ты каждый день с благоговением считай и толкование святых отцов не забывай. Они откроют тебе доступ в рай. Когда она написала это? 30 мая 17-го года. А внизу подробно по цифрам, что такое новое откровение, завет, где она говорит, я уже читать не буду, просто показываю. Она везде ссылки делает. Такое подробное разъяснение, с какого места писания. От Марка, глава 15, стих 13. Крещали распни, где все места указала. Ну, на этом сегодня у меня все. Это у нас сегодня третье. Ну, сейчас я попутно узнаю, кто у нас до конца выдержал. Спрошу. Анатолий здесь, похоже. Да, здесь, спаси Христос. А Андрей Рогащевский? Спаси Христос. Ну, вот видите, какие вы терпеливые. Ну, а Сергей Пупков, может быть, тоже здесь. Спаси Христос. Ну, все, однако. Слава Иисусу Христу. Новость, какая мне пришла, что Марк-то сосватал нашу Машу Барабаш-то и увозит в Томск. И там, кажется, 16 июля будет и венчать будет батюшка, отец Аким. Я подумал, туда вчера запрос сделал, они меня там приглашение прислали, но вместо нас с Надеждой Васильевной Володю отправить, чтобы все заснял. Но пока ответа нет. Вот такая маленькая новость. Слава Христу. Значит, мы завтра у нас нету молитвы здесь такой, сразу идем в храм записи. В субботу, 10 июня, будет последняя наша встреча. Если только все, будем живы-здоровы, до 10 октября. Вот так что, если у кого какие-то необходимости поговорить по скайпу, заходите, милости просим. Все, можно отключать.